Никто не несет за это ответственность, это, конечно, очень неприятный момент и не хочется рисковать, тем более на такие суммы. Всем привет, мои котики! Я начинаю для вас новый влог и начинаю ухать, ухати, уфати. В общем, мы сегодня с Фати будем снимать видео в честь того, что у Фати на канале 50 тысяч подписчиков. Она заказала торт, просто превосходно, сейчас вам его покажу. Так, я пришла с мокрой головой, потому что я боялась опоздать и еще не успела выложить видео. А все почему? Потому что я очень люблю поспать. Сейчас мы будем организовывать все это дело, красивый стол. Кстати, в прошлом видео с Фати на Фати на канале, обязательно переходите, ссылка в инфобоксе, у нее сломался стул в процессе того, как мы снимали. Это реально было очень смешно, очень ржачно. Даже в инстаграме я видела, что наши фан-странички выложили это видео. Это реально угар, обязательно посмотрите. Хорошо, Мисси, может, а ты давай сначала твою? Честно, мне все равно, чье первое снимаем. Я думаю, что сначала тортик лучше первым сделать. Потому что тортик еще едет, а твоя уже готова. Тортик еще едет? Откуда фотография? Прислала девочку, мама везет тортик. Посмотрите, какой классный мейк сделала Фатя. Фатя, покажись. Это новые тени от Стила, но Фатя их не советует, потому что они осыпаются. Да, вопсик? Да. Очередной раз показываю вам коллекцию косметики Фатя. Да и нормально. Сюда темновато, конечно. Такие тени я хочу все купить уже, который раз я говорю. Очень хорошие. Иду покупаю что-то другое. Таких хайлайтеров нету в такой палетке? Есть другой, у них есть. Хайлайтер от Бекка. Супер. Покажи палетку. Ребята, вот эти тени я вам не советую. То, что вы увидели у меня на глазах, это не они. Я их накрасила, накосячила, с ними испортила весь макияж. И пришлось исправлять ситуацию такой вот палеткой от Анастасии Солтри. Ну и, если честно, эту палетку тоже я вам не могу так от души советовать, потому что очень дорого стоит. И некоторые цвета не такие качественные. Например, этот оттенок не такой уж пигментированный. Самый темный, самый важный оттенок для вечернего макияжа. Он как-то пятнами ложится. Любители косметики сейчас меня поймут. Посмотрите на скульптор Фати. Это что за бренд? Сифора. Фати говорит, уже неудобно им пользоваться. Я предлагаю ей переспрессовать, а Фати предлагает купить новый. Просто в Азербайджане нет Сифоры бренда. Всё, тортик уже пришёл к нам. Приехал. Здесь написано, асфатима, 50 тысяч подписчиков. Как вы думаете, сможем ли мы всё это съесть? Мне кажется, нет, потому что здесь очень много. И сладкое невозможно есть в таком количестве. И это даже не может Супермен Аскватима. А ещё совсем скоро у Фати будет новая камера. У меня тоже может быть. Я хочу купить влоговую камеру и как можно чаще снимать для вас влоги. Я хочу Canon G7X, она называется, её купить. Но её, к сожалению, в Азербайджане нет. И она стоит чуть дороже. В принципе, дело не в цене. Я бы заплатила даже за Mark III, если бы только она была бы в Азербайджане. В принципе, её можно привезти из-за границы. Но просто проблема в том, что если, не дай бог, будет какой-то брак или какие-то проблемы, никто не несёт за это ответственность. Это, конечно, очень неприятный момент. И не хочется рисковать, тем более на такие суммы. Поэтому мы в ожидании пока что думаем, что делать. Но вроде бы Фати уже нашла то, что мы хотим. Хотя не прям модель, которую мы хотим, но всё равно что-то приближённое к этой. И поэтому скоро Фатины видео будут в хорошем качестве. Фатина мама вчера сделала такой классный кадр для своего Инстаграма с кружкой и ёлкой. Получилось невероятно профессионально. Я сейчас Фате говорю, тоже надо что-то такое замутить на Инстаграма обязательно просто. Смотрите, что мы нашли. Бокал в форме ведра. Какая-то хорошая экран у тебя не трескает, но я так не делала экран. Я не делала, у меня этот, как называется, без стекла. Я олигарх, мне не жалко. Смотрите, какой бокал милый. Точнее, это ваза, но я сегодня буду пить из неё. О, как классно. Фати подготовила вот такие вот шапочки. Смотрите, какие стаканчики милые. Правда, один немножечко треснул. В прошлый раз стул сломался, чашка треснула. Чашка треснула. Вообще, такой тортик. Я предлагаю сесть, как в прошлый раз, потому что еда виднее лучше. Ну, Фати предлагает сесть вот на эти вот стулья. Мне кажется, что так получается еда слишком сдали, и это неинтересно. То есть, я люблю, когда еду видно сблизи, и хорошенько видно, как мы берём ложкой и кладём себе в рот. Ну, в общем, пишите в комментариях, как вам нравится больше, какой ракурс вас устраивает. И здесь вот такие шапочки, которые мы наденем. Что касается ёлки, ёлка стоит вот здесь вот. Я её предлагаю перетащить. Но Фати говорит, что в процессе перетаскивания ёлочки, ой, ёлочки, игрушечки могут упасть и сломаться. Поэтому вы в моём блоге можете увидеть ёлочку, и зрительно представляете, что она сзади нас. Это ниже к окну. Посмотри, клопаки не видны. Всё, мы уже сняли видео. Посмотрите, как интересно мы съели тортик. Получился такой туннельчик, гараж. Если у кого есть тачка, можем припарковать, ребята. Здесь была надпись Ask Fatima. А вот с этой стороны надпись YouTube. Я здесь немножко ободрала. Ребята, посмотрите, какую няшку Фатя заказала мне. Как это мило, когда у вас с подругой одинаковые телефоны. Вот такая вот кобура. Помоги подруга открыть. Чехол, чехол, чехол. Розовый чехол. Вот и здесь. Раздень его. Вот такая вот кобура. Интересно. Ещё Фатя себе пару кобур заказала. Сейчас тоже вам покажу. Обожаю розовый цвет. У нас с Фатей будут одинаковые кобуры, потому что Фатя себе такую тоже взяла. Да, Фатя? Берём телефон. Раздеваем. Одеваем. Вау! Вау! Теперь у нас с Фатей будут одинаковые телефоны и одинаковые кобуры. И мы точно уже будем путать наши телефоны. Всё, это до свидос. Вот две кобурки, которые Фатя заказала себе. Ещё у неё есть такая же розовая. Это давно заказала, а это в этот раз маме заказала. У мамы XS Max. Классные, да? Тоже вот такие вот мягенькие. Мне нравится, когда мягенькая, она не царапает поверхность телефона. Но в то же время она противоударная. Она такая плотненькая. Да, классно. У Фатя вообще целая коллекция кобуры. Это прям её слабость. Можно даже снять целое видео. Я видела одной девочке, очень много просмотров набрала. У меня есть такие видео на канале. Только они не набирают. Вот такие вот интересные кобуры. Это вообще как мне нравится. Супер вообще. Очень приятная на ощупь. Я вам ссылочку оставлю на эту кобуру, если кому интересно. Теперь мы точно, вот 100% будем путать телефоны. Вот такая вот коллекция у Фати. Кобур для телефона. Не знаю, насколько вам будет это интересно, но я решила показать. Две такие кобуры Фатиной мамы на iPhone. Далее здесь ещё одна кобура для iPhone. Для нашего Samsung A7. Такая вот такая. Всё это с Алиэкспресс Фатя заказывала. Правда, ссылочки уже не найду. Вот эта, которую только что я вам показала. На iPhone 6. Фатя, кстати, всегда любит с мраморным орнаментом кобуры. Ещё раз на шестой. Ещё на шестой. 1,57 стоит она? Я её за 70 копеек видела. Да, ну может она качество другое, я не знаю. Фатя говорит про эту кобуру. Я ей как-то один раз кидала ссылку. Вот точно такую же кобуру. Она стоила что-то вроде 70 центов. Или даже дешевле, очень дёшево. Вот я думала, что она у этого продавца заказала. Будьте аккуратны, кстати, на Алиэкспресс. Очень часто бывает такое, что один и тот же товар у разных продавцов стоит по разной стоимости. Далее вот такая вот с космосом. Тоже вообще космос. Здесь для пятого iPhone. Фатя Пупсик болеется. Также у неё в коллекции лежат. А ещё, кстати, вот такая вот штучка для телефона. Покупали в Миннесо две штуки. Одну Фатя оставила у меня дома. И уже полгода я не могу её найти. Это вот такая вот штука, чтобы взять и вот так вот поставить телефон. Очень удобно смотреть видео на YouTube. Но я обычно люблю на компьютере смотреть видео. Самая обычная прозрачная кобура. По-моему, ты её покупала в Канта Хом, да? Да, по-моему, вместе с телефоном. Когда телефон она брала, я ещё там работала, она решила, что без кобуры из магазина выходить не будет. Поэтому в срочном порядке взяла. Далее, значит, вот такие вот. Это для шестого. Это тоже, по-моему, для шестого. Да. И это для шестого. Здесь внутри как кошелёк. Вот эту Фатя-то целый час искала. Как интересно, реально. Супер просто. Причём у неё все кобуры в хорошем состоянии. Наверное, потому что у неё их много. Две новые. Вот это вообще космос. Очень красиво. Фатя, спасибо большое. Вот такая вот куча. Фатя здесь смотрит влог, который она выложила. Кстати, у Фатя будет giveaway. Я уже говорила в своём инстаграме. Ещё скажу и в своём ютубе. Сейчас вблизи я покажу призы. Мне кажется, они очень-очень достойны. И условия очень простые. Иногда у блогеров бывают такие условия. Вам необходимо подписаться на 40 спонсоров. Потом открыть профиль. Выложить мою фотографию. Выложить фотографию моего отца. Не знаю, но очень трудные условия. И это меня немножечко, если честно, напрягает и раздражает иногда. У нас тоже такое бывает, что нам предлагают устроить giveaway. Что-то вроде вот таких вот. Но спонсированные giveaway мы отказываемся, конечно. И в этом случае, например, Фатя всё купила за собственные деньги. Хоть и все продукты от Революшн. Ничего подобного с Революшн. У нас нет ничего общего. Сейчас вам покажу. Я оставлю ссылку вам на инстаграм Фатя. Если вы тоже хотите участвовать, то обязательно ещё посмотрите видео Фатя, где она подробно говорит о условиях конкурса. Или просто зайдите в инстаграм. Там тоже всё написано. Значит, такая вот фляжка. Она специально предназначена для того, чтобы... А вдруг победитель будет парень. А всё остальное косметику этот парень подарит своей девушке или же своей сестре. В общем, первая это вот такая вот палетка от Революшн. I Heart Chocolate. В общем, с такими вот оттенками. Очень классная. Вообще, я люблю тени от Революшн. У Фатиной мамы есть палетка, которую она затёрла просто от дыр. Поэтому Фатя решила устроить giveaway именно с этой палеткой. Потому что она хорошего качества. Но это не те оттенки, что у мамы. Просто качество тоже. Но палетра другая. Ну, не суть. Хорошие тени. Честно, мне самой тоже очень нравится Революшн. А вот это вот вообще прелесть. Посмотрите, здесь какие яркие оттенки. Если вот сравнивать с этой палеткой, здесь нюдовые оттенки. А здесь яркие. То есть, приз подойдёт любому человеку. Девушке, которой нравятся яркие какие-то неординарные макияжи. И девушке, которой нравятся какие-то нюдовые макияжи. Далее, значит, вот такой вот хайлайтер от Революшн. Это, кстати, один из самых популярных хайлайтеров. Фатя хотела на курсы визажиста. И вот там как раз-таки учительница пользовалась вот этим вот хайлайтером. Очень крутой. И вот эта штука, я не совсем поняла, что это такое. Это база под хайлайтеры, как я поняла. Но также можно её использовать куда? Блеск. Как блеск? Куда хочешь, универсальный. Да, универсальная такая штука. Обязательно участвуйте. Вообще, мне очень всё понравилось. Призы крутые. Молодец, Фатя. Давай побольше конкурсов. Ну всё, мои хорошие. Я уже дома. Мы закончили. И если честно, вот это время, когда мы снимаем с Фатей видео, для меня это не работает. Для меня это просто как развлечение. Вот вы сидите в ресторане с подругами. Для меня то же самое. Мы сидим дома, шутим, смеёмся. У нас нету никакого сценария. Абсолютно импровизация. И вообще, у нас появилась новая идея. Нового формата мукбанка. Такого я никогда не видела на ютубе. Мне кажется, вам очень понравится. В ближайшее время постараемся это всё организовать. А завтра мы хотим с Фатей пойти в Бургер Стэйшн. Там тоже поснимать для вас. Ну, чтобы, знаете, немножко поменять задний план. Поменять атмосферу. Я уже вам говорила мукбанке, что вчера я купила маме новогодний подарок. Можно сказать, часть новогоднего подарка. Я хотела отложить это всё дело в сторону, но не смогла, если честно. Я сразу же ей подарила. Ей очень понравилось. Я ей купила сковородку с крышкой из какой-то супер антипригарного покрытия. Не очень разбираюсь в этом. Но консультантка мне сказала, что это одна из лучших сковородок. Купила я её за 52 моната. Вот так вот выглядит коробка от сковородки. Пока что мы её не выбросили. Но вообще мы такую макулатуру в квартире не держим. А вот и... Да-да-да-дам! Сковородочка очень красивая. Очень, знаете, такая тяжёлая. И видно по ней, что она очень качественная. Я надеюсь, что она прослужит долго. И я думаю, на видео тоже будет очень красиво. Особенно вот в частности для видео нужно купить очень много красивой и интересной посуды. И я думаю, что когда вы делаете панкейки или оладушки, очень важно выбирать хорошую сковородку. У неё вот такая вот ручка. Мама просто осталась в восторге. Моего выбора это 26 сантиметров. Также я бабушке купила два платка. У меня бабушка как бы закрывается. То есть она не делает намаз, ничего такого. Но просто она носит платок. Я не могу сказать, что она религиозная. Никогда в жизни намаз не делала. Но просто у неё такой стайл. Вот. Поэтому я ей купила два платочка. Ей они очень понравились. Ну, в общем, на этом я буду закругляться. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно там я советую с вами о новых своих видео. Всем желаю удачного дня. Всем пока.